Полевой педиатрический госпиталь К настоящему времени мы имеем опыт применения данного госпиталя в двух совершенно различных ситуациях. Первая ситуация это 2001-2002 год, время проведения контртеррористической операции в Чеченской Республике. В то время большинство лечебных учреждений Чеченской Республики, оказывающие помощь детям, практически не функционировали. И тогда Министерство здравоохранения Российской Федерации поставило задачу временно заместить недостающее звено местного здравоохранения вот такой формой полевым педиатрическим госпиталями. Значит, какие ставились задачи? Это оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи как в амбулаторном порядке, так и в стационаре. И консультативной помощи. Это были основные задачи. Ну, предыдущий доклад Валерия Меновича показал структуру госпиталя. Собственно, она осталась такой же, в принципе, как и многопрофильного госпиталя. Единственное, стационар, лечебное отделение были развернуты на 50 коек. Вот. Состав бригады. Бригады работали вахтовым методом по 55, приблизительно 60 суток. Вот. В состав бригады входило 11-12 врачей. Из них хирургов было 4-5 человек, анестезиологов где-то 2-3 и медседёстр 8-10. Несколько врачей были узкими специалистами. Это лор, окулист, врач-фтезиатр. Вот. Ну, надо сказать, что большинство врачей имели уже опыт работы в чрезвычайных ситуациях, начиная с 1094 года. Госпиталь был хорошо оснащён современной диагностической и лечебной аппаратурой. Вот. И он... Да, госпиталь функционировал практически 14 месяцев. Вот. И за это время он встроился в систему медицинского обеспечения детского населения, установив непосредственные контакты с соседними регионами и с федеральными центрами. Вот. В режиме повседневной деятельности он работал практически как обычная детская больница. То есть большое число амбулаторных пациентов обращалось. Вот. Проводились плановые операции. Причём число плановых операций даже превысило число экстренных операций. Вот. Но в это время проходила контртеррористическая операция. Вот. Периодически в окрестностях провелись боевые действия. Совершались террористические акты. И поэтому, поскольку это было единственное федеральное учреждение в Гудермесском районе, кроме детского населения, достаточное число взрослых обращалось и военнослужащих, сотрудников Министерства внутренних дел и гражданских местных жителей. Вот. Это были как одиночные поступления, так и массовые поступления. Ну, в общей структуре, вот если в стационаре было пролечено за весь период времени порядка 1800 больных, из них свыше 500-520 человек были взрослыми больными. То есть почти 20% было взрослого населения в структуре детского населения. Вот. Ну, учитывая вот данную ситуацию, в госпитале был разработан план проведения мероприятий при массовом поступлении. Вот. Это все проводилось в подготовительный период и состояло в разработке инструкции для персонала, формирование бригад с привлечением врачей хирургических специальностей. Вот. Проводились учения в свободное время. Вот. Были подготовлены помещения медикамента. И, соответственно, так сказать, вот план, так сказать, действий во время подготовительного периода было уже заранее выделено место для сортировочной площадки, рядом с которой находились модули для легкораненых, реанимационное отделение, противошоковая палата, вот, диагностическое отделение. Вот. И уже переводились лечебные отделения непосредственно. Вот. Такой алгоритм состоял, основа его была в том, что, так сказать, сразу же проводилось оповещение. Все сотрудники госпиталя знали уже свои практические места, кто где должен работать. Врачи нехирургических специальностей выполняли функции ассистентов, хирургов. Вот. И уже непосредственно при начале работы, так сказать, проводились этапы медицинской сортировки, вот, который объем уже лечебной помощи, которая оказывалась пэкшным показанием, конечно, определялся количеством пострадавших. Вот. За время работы, за весь год работы, было семь эпизодов массового поступления раненых, два из которых были наиболее значимые по числу и тяжести состояния. Вот. Это, значит, во время террористического акта около Гудермецкого отделения милиции поступило 36 раненых, и второе эпизод также поступило 33 человека. Ну, вот, что касается термина массового поступления, конечно, так сказать, массовым поступлением для крупного лечебного учреждения, в котором работает постоянно значительное число хирургов, вот, это одна ситуация. Вторая ситуация, когда работает небольшое лечебное учреждение, в котором находится всего лишь несколько человек, и объем, конечно, помощи уже будет оказываться совершенно другой и требует совершенно другой перестройки. Ну, вот как проходила медицинская сортировка, вот, при таком массовом поступлении. Вот. Площадка, которая была непосредственно перед госпиталем, вот, она служила, выполняла функцию сортировочной. Вот. С нее же, так сказать, уже проводилась внутрипунктовая транспортировка в диагностическое отделение, в шоковую палату. Вот. Медицинская помощь легкораненым оказывалась вот там же на месте. И выполнялись операции практически только по экстренным жизненным показаниям. И уже, поскольку была хорошая связь с комендатурой Гудермеса, вот, подсоединялись уже, так сказать, военнослужащие для решения вопросов с медицинской эвакуацией раненых по направлению. Вот вы видите, что, так сказать, здесь на этой табличке приведены данные о тяжести состояния пострадавших. Вот. И в состоянии тяжелом и крайне тяжелом, ну, практически треть больных, раненых, поступала в таком стане и требовали, в общем-то, действительно экстренных мероприятий. Вот. Из шести раненых вот этой группы, значит, сразу же пять поступали в операционную в связи с симптомами внутренних коротечений и дыхательной недостаточности. Вот. И один больной, который имел ушиб сердца и кардиогенный шок в отделении реанимации. Проводились операции. Это вот лапаротомия с ушеванием разрыва желудка, наложением колостомы, нефрактомия, торакоцентез, синдренирование плевральной полости. Вот. И уже в отсроченном порядке ампутация предплечья и первичные хирургические обработки. Вот. На втором этапе, значит, этапе медицинской помощи, еще экстренной медицинской помощи, уже проводились, когда, так сказать, уже наиболее тяжелые раненые вот были прооперированы, вот проводились первичные хирургические обработки ран конечностей в связи с тем, что эвакуировать не было возможности сразу же. Вот. Значит, по данному массовому поступлению 13 военнослужащих были эвакуированы в госпиталь в течение первых часов. Вот. И два местных жителей переведены в Гудермецкую центральную районную больницу. Вот. Один больной погиб от тяжелых повреждений, несовместимых с жизнью. Вот. Второй эпизод массового поступления – это 36 раненых. Вот. Также, так сказать, в течение светового дня им была оказана помощь, и военнослужащие были переведены в госпиталь Ханкалы. Вот. А 15 штатских и сотрудников местного отделения милиции переведены в центральную районную больницу. Погиб один пациент с множественными проникающими ранениями черепа, грудной и брюшной полости. Вот. Вторая модель использования полевого педиатрического госпиталя – это вот ситуация в Беслане, которая произошла… С Бесланом просто скажу, что там была совершенно другая ситуация, то есть уже все заранее было готово, и бригада была совершенно в другом составе, то есть было рассчитано все уже на оказание вот такой экстренной медицинской помощи большому числу пострадавших. Но ситуация, конечно, была очень сложная, потому что первоначально отсутствовала достоверная информация о заложниках, неопределенность развития событий была. Вот. И то, что, так сказать, большое количество детей вот в структуре вот заложников определило необходимость именно создания полевого госпиталя. Но здесь вот ситуация была благоприятная в том плане, что было время достаточное на подготовку. Вот. То есть бригада прилетела в ночь на 2 сентября, и практически в течение суток можно было подготовить и госпиталь, вот, и средства эвакуации. И здесь проводилась медицинская сортировка. Вот 55 детей не имели травмы ранений, сразу же они, так сказать, вот были оставлены. Вот. И быстро работала уже ситуация, связанная с медицинской эвакуацией. Оперировались только те дети, которым необходимо было выполнять эвакуации по жизненным показаниям. Вот. Здесь это уже, так сказать. Вот. Хотелось подчеркнуть, что пулевых ранений было только у двух детей. А в основном это было осколочное ранение. Это большая часть пострадавших. И дети были в течение дня практически, так сказать, были переведены все в клинические базы города Владикавказа, откуда уже медицинская эвакуация осуществлялась непосредственно в клинике Москвы, там, Санкт-Петербурга, Ростова. Вот. Что, так сказать, можно отметить, что вот за благовременное планирование медицинской помощи, вот, подготовка госпиталя и взаимодействие служб медицины, катажов, МЧС определили определенный успех медицинских мероприятий в данном ситуации. Вот. Ну и хотелось вот в выводах указать, что любые мобильные формирования, вот даже полевой педиатрический госпиталь, работающий в зоне каких-то локальных военных конфликтов, должен, так сказать, иметь в своем, так сказать, арсенале возможность оказания медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших. И для этого, конечно, персонал должен пройти специальную подготовку. Вот. Вот эта подготовка осуществляется сейчас, вот, в мирное время, вот, форма идет на базе МЧС, вот, в лечебных учреждениях, на клинических базах, вот. И вот то, что, так сказать, взаимодействие постоянное педиатрических клиник и центром медицинных катастроф, вот, таблички показаны, что практически вот во всех ситуациях принимали врачи-педиатры, и они являются хирурги. В настоящее время, может быть, немногие из общих хирургов имеют такую поливалентность, то есть могут и трепанации черепа, и вот, ампутации, и прочее, так сказать. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Ильич.